Добрый день, дорогие друзья! На библейском портале «Экзегет» отвечаем на ваши вопросы. Такой вопрос пришел. Мой ребенок в детстве охотно ходил в храм, ему там нравилось. А когда повзрослел, полностью отдалился от церкви. И говорит, что в церкви на службе он ничего не чувствует. Я стараюсь не надоедать. Помню, что святой апостол Павел говорил, вера – это дар Божий. Может, я что-то делаю неправильно? Может, Бог пока не дал ему веры? Очень хороший вопрос. И могу вам поделиться, дорогие друзья, и позвольте обратиться среди нашей зрительской аудитории, в первую очередь, к нашим дорогим и уважаемым мамам. Для мам, наверное, этот вопрос более актуальный. На моем маленьком жизненном опыте я сталкивался примерно, ну, наверное, два десятка случаев очень похожих в разных немножко деталях, но примерно такой же вопрос. И на что обратил внимание? Здесь такое, как бы, некое трагическое противоречие. С одной стороны, мама, ребенка, там, сына или дочери, который уже достигнув переходного возраста, перестал ходить в храм и говорит, я ничего не чувствую, так сказать, мама, не трогай меня, не заставляй. С одной стороны, мама везде, где только возможно, сетует, жалуется, жалуется священникам на то, что вот ребенок ничего не чувствует в храме. Но с другой стороны, вот в чем парадокс, мама старается всячески ограждать своего сына или дочь от любого влияния, то есть от любой встречи со священником, от любой встречи или разговора с верующими людьми. Причем буквально на смысле слова я отнюдь не преувеличиваю. Когда предоставляется возможность, или, по крайней мере, священник предлагает такой маме, давайте я поговорю с вашим сыном. Она, нет, 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 не надо, он сейчас очень занят, он учится, и вообще не надо вторгаться в пространство его свободы. В другой ситуации тоже священник говорит, а можно я встречусь как-то с вашим сыном, поговорю. Она говорит, о чем вы будете с ним говорить? Ну, просто поговорю с ним там о жизни, о смысле жизни. Вы знаете, он, скорее всего, не захочет с вами говорить. Почему? Вы знаете, он очень умный, он настолько умный, он хочет быть программистом или, там, айтишником, он настолько умный, он настолько вот увлечен вот этой своей идеей, что, скорее всего, он с вами разговаривать не будет. Ну, священник аккуратно спрашивает, ну, я люблю разговаривать с умными людьми, может, сам что-то узнаю для себя. Позвольте хотя бы встретиться. Нет, нет, не надо, не надо с ним говорить, не надо его трогать, не надо задевать пространство его свободы. Здесь, видите, такая как бы двусмысленность. С одной стороны, мама переживает и огорчается, что сын ничего не чувствует в храме, сын или дочь. Но на любую возможность как-то на эту ситуацию повлиять, хотя бы попытаться, она сама его ограждает подобно китайской стене. Безусловно, слова святого апостола Павла, что вера – это дар Божий. Ну, никто не спорит, что вера – это дар Божий. Но, как мне кажется, даже вот в этом вопросе звучит некий как бы оттенок такого едва уловимого упрёкого адрес Бога. Мол, если вера – дар Божий, а мой сын или моя дочь сейчас веру потеряли, значит, может быть, Бог виноват, что он эту веру не дал. Почему? Давайте вот задумаемся, почему вдруг молодой человек или девушка, которые выросли, например, в верующей семье, в детстве ходили и как-то чувствовали радость, или как бы с охоткой ходили в храм, а потом вдруг ничего не чувствуют. Ну, причина, почему ничего не чувствуют, она буквально лежит на поверхности. О ней святой апостол Павел говорит в одном из своих посланий, что «Не обманывайтесь, братья, худые сообщества развращают добрые нравы». То есть, общение с людьми, так сказать, мирскими, светскими, мирской дух, вот это в первую очередь, и об этом все святые отцы церкви, все мудрые пастыри, вообще все мудрые люди обращают внимание, именно плотские страсти делают душу бесчувственной для благодати. И человек, порабощенный плотским страстям, даже вот в молодом возрасте, что как раз очень опасно, и он как раз становится бесчувственным для благодати. Поэтому удивляться тому, что на определенном этапе вдруг ребенок ничего не чувствует, удивляться не приходится. Это скорее естественно. Но тут вопрос, вопрос. А что ты, милая, дорогая мама, хотя бы пыталась делать, чтобы этой ситуации помочь? Вера – это действительно дар Божий. Но просим ли мы Бога, в первую очередь, дорогие мамы и папы, просим ли мы о том, чтобы Господь умножил веру у ваших детей? Вот вспомните слова из Евангелия от Луки, 17 главы, когда святые апостолы, обращаясь ко Господу, говорят, «Господи, умножь в нас веру». Задумайтесь над этими словами. Это говорят те, которые были со Спасителем всегда, ближайшие к Нему ученики. Они видели все те чудеса, которые Он творил. Они слышали Его божественное учение. Они всегда были рядом. И в то же время они не стыдятся. Нет ничего зазорного в том, что они просят, «Господи, умножь в нас веру». А вот лично вы, если ваш сын или дочь, говорите, что он в храме ничего не чувствует. Вы просите Бога, чтобы Господь умножил веру у вашего ребенка. Не просто молиться, «Господи, вот, чтобы у него или у нее было все хорошо», а именно конкретно, «Господи, умножь веру». «Господи, помоги моему ребенку, моему сыну или дочери найти свою дорожку в жизни по воле Твоей святой. Помоги ему или ей вырасти благочестивым, верующим, порядочным, добрым человеком, добрым христианином или христианкой. «Господи, помоги, открою его сердце для Твоей благодати». Молитесь ли вы об этом? Если не молитесь, то тогда, хочется очень мягко сказать, надо обратить на это самое серьезное внимание и поискать хотя бы свою долю вины в том, что ваш ребенок, достигнув переходного возраста, ничего не чувствует в храме. Есть вот еще один нюанс. И в частности, в миссионерских письмах святителя Николая Сербского, которые мы с вами, дорогие друзья, на наших встречах иногда цитируем, в письме 256-м одной матери, которая как раз жаловалась святителю Николаю о том, что у нее дети жестокие, что они бессердечные, они увлекаются музыкой, французским языком, разговаривают между собой на французском, смеются над матерью, которая этого языка не понимает. И даже когда она собиралась пойти на панихиду по погибшему сыну, старшему брату этих же детей, они с насмешкой сказали, вот мы сыграем ему похоронный марш. И она рыдает. И вот свою скорбь излила в письме святителю Николаю Велимировичу. Святитель Николай дает ей очень мудрый совет. И мне бы хотелось, дорогие друзья, вам фрагмент этого письма зачитать. Может быть, это тоже будет пища для размышления. Некогда одна русская дворянка пришла к преподобному Серафиму Саровскому и пожаловалась ему, что учителя плохо учат ее детей французскому. И спросила его, что делать. Ответила ей святой человек, «Ты, матушка, лучше научи своих детей Богу молиться». А французскому они потом легко научатся. Позвольте вот немножечко, если расширить вот этот совет мудрого старца преподобного Серафима, «Ты, матушка, лучше научи своих детей Богу молиться». А английскому, французскому, немецкому, IT-технологиям, компьютерным технологиям и прочим, и прочим множеству полезных и интересных профессий они научатся сами. Главная мама, дорогая, научи своих детей молиться Богу. Сама молись о них и научи их, чтобы они Бога полюбили. Детей следует учить самому важному, ибо того, чему человек в детстве научится, он уже не забывает. Старостепенные предметы можно изучить и с опозданием. Невелика беда. Но если не научить главному или научить плохо, тогда удары клавиш заглушают молитву, а французские полания послужат лишь насмешкой над родителями. «Да поможет вам всеблагий Бог. Трудно сейчас дать совет. Когда сердце помутилось, трудно сделать его чистым и прозрачным. Терпите и молитесь за своих детей», — советует святитель Николай. «Мало-помалу устыдит их ваше терпение, а молитвой вымолите помощь у всесильного. И он очистит сердца ваших детей. Но прежде всего покайтесь перед Господом, что не научили их вовремя закону Божию». И в заключение совет преподобного поисия Святогорца хочется вам процитировать, где он как раз говорит в контексте того, о чем мы сейчас с вами говорили, что материнская любовь, и вот то, о чем сказано было немножко раньше, когда мама чрезмерную свою заботу о сыне или о дочери, когда старается оградить его от всякого влияния, да, с одной стороны, седует, что ребенок в храм не ходит, ничего там не чувствует, но, с другой стороны, страстно иной раз неблагоразумно ограждает его от любой возможности с кем-то поговорить и задуматься, это не любовь, а скорее потворство страстям. И вот преподобный поисий говорит, что любовь такую надо тормозить рассуждением. Настоящая любовь не своекорыстна, она не имеет в себе эгоистичного пристрастия и отличается благоразумием. Благоразумие необходимо как раз женской любви, для того, чтобы женщина не тратила свою любовь попусту. И далее преподобный поисий описывает многочисленные случаи, которые были в его жизни. Я вам процитировал из очень замечательного четвертого тома, который называется «Семейная жизнь». Здесь наставление как раз преподобного поисий о том, как правильно воспитывать детей, как вести духовную жизнь в семье, какая роль матери или отца в воспитании детей именно настоящими христианами. Очень рекомендую вам, кто еще не читал, познакомиться с этими мудрыми наставлениями. И будьте здравы и Богом хранимы. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.